Привет всем, друзья, и это канал Обзор Рубрик. В общем, сегодня у меня пришли две посылки очередные. Одна из них с ebay, и вторая тоже с ebay. Как видите, одну я уже открыл, и там лежал вот такой пиратский наборчик. Купил я его за 3000. Коробка здесь очень мятая и открытая. Но пакетики внутри целые, и я думаю, что мы открывать его сегодня не будем. Потому что во втором пакете должны быть такие же наборы, тоже LEGO System, и тоже там будут пираты. Поэтому вот этому портить не будем, а откроем ту. Давайте просто посмотрим коробку, как это все выглядит. Возможно, даже вытащим пакетики и глянем на них, но собирать не будем. Ну вот, в общем, такой вот пиратский наборчик. 6248 артикул, коробка вся из мятая. Но выглядит прикольный набор. У него есть две мини-фигурки, одна из которых скелет такого испанца. Здесь изображен остров, остров черепа. И там внутри он так, скорее всего, открывается. Там лежат вот такие сокровища. И пират на бочках, в таком плоту импровизированном, приплыл, чтобы его забрать. Ну, в общем, вот так выглядит обратная сторона. Тут есть альтернативные сборки, как собрать. И вот так выглядит коробка. Она, как я уже говорил, открытая. Почему-то наполовину открытая. И вот здесь немного коцнутая. Давайте что-нибудь вытащим. Хотя бы вытащим листовочку и посмотрим, что на ней изображено. Ну вот, в общем-то, мы все аккуратненько открыли. Тут у нас есть скала, на котором стоит наш скелет. И вот она, платформа, на которой также располагается вот эта скала. Ну, как видите, по инструкции здесь, в принципе, можно все собрать. Также есть два пакетика. Вот здесь лежит скелет. Во второй, скорее всего, лежит мини-фигурка. Но мы их открывать не будем и смотреть тоже не будем. Посмотрим только инструкцию. Вот так она выглядит. Но тут ничего интересного. Если бы мы собирали, то можно было бы, конечно, посмотреть. И давайте посмотрим вот такую листовочку. Я их очень люблю смотреть. Там попадаются интересные наборчики. Интересные вещи нарисованы. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Итак, вот такая листовка. Тут у нас изображена какая-то непонятная фигня. Вроде как Лего Сити. Аквазон есть. Так, есть вот такие вот наборчики. Это у нас Кастл старый. Очень классные. Такие замки огромные. Спейс. Космос. И вот такие наборчики. Кстати, я тоже помню. Такие, вроде как, девчачьи немного. Также есть машинки от Техник. 1996 год. Ну и вот, собственно, сами наши пираты. 1996 года. Вот так выглядит листовка. Заметно отличается от 1994 года. Тут нарисованы все наборы этой серии. Корабль вот этот прикольный, но стоит он очень дорого, потому что он раритетный. За новый такой просят тысяч, по-моему, 60 или 70 рублей. Это очень и очень много. Есть вот такой скелет, и он стоит, по-моему, тысяч 20 с чем-то. Если не ошибаюсь. Этот кораблик тоже дорогой, но не сравнится с этим, конечно же. Вот даже написано, что есть тут в Лего Ленд. Написаны телефоны, как я понял. Ну, в общем, вот такая вот картинка. Очень прикольная. Вот, кстати, этот наборчик, который у меня сегодня есть. Здесь испанцы изображены. И пираты, которые на них нападают. Ну ладно, давайте это все закроем. Сложим обратно. И будем открывать вот этот вот белый наборчик. Открываем вторую посылку, которая у меня тоже пришла с eBay. И тут уже лежат три набора. Тоже Lego System. И они разобраны. То есть мы сейчас с вами их будем собирать. Они у нас без коробки. Один наборчик какая-то машинка. Другой пиратский. И третий еще какой-то. Я уже не помню какой. Давайте скорее откроем и посмотрим. Вот, в общем-то, три наборчика. Давайте сначала соберем маленький. А вот этот здоровый пиратский оставим на потом. Потому что он самый такой интересный. Итак, третьим набором у нас, оказывается, был наборчик. По-моему, из Aqua Zones серии. Вот так он выглядит. Нарисована такая субмарина. Это, видимо, пак американский. А может быть и нет. Ну что ж, давайте все остальное уберем. И соберем вот этот набор. Потом вот этот. И потом под конец вот этот. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что ж, наборчик собран. Таким вот он у нас получился. Минифигурка уже была собрана. Собственно, как и часть набора. Такая вот минифигурка. Конечно, набор поюзанный. Сразу видно. Это не новый наборчик. Но зато стоил он недорого. По-моему, я его купил рублей за 300. Это, кстати, очень дешево. Но я выиграл просто аукцион. Вот такой вот у нас человечек есть. Подводник. У него есть две ласты. И видно, что принт такой старенький. Это у нас год. Где-то тут был написан. 1995 год. Вот в таком году выпускался данный наборчик. У него есть также нож. Видимо, чтобы убивать каких-нибудь акул и прочую живность под водой. Если кто-то вдруг нападет. Ну и вот такая вот у него маска подводная. Так выглядит. Очень даже неплохо. Давайте ему оденем. И его можно усадить на вот такой небольшой кораблик. Это, видимо, какой-то исследовательский корабль. Только он странно выглядит. Здесь такая вот огромная дырка. Я думаю, что я его все-таки правильно собрал. Может быть, и не совсем правильно. Потому что на инструкции данной дырки почему-то нет. Но, видимо, я что-то неправильно сделал. Ну, вроде как. Вроде как все собрал. А, я понял, что не так сделал. Скорее всего, вот эта штука располагается вот так. Вот теперь. Дырка, конечно, все равно есть. Но она заметно меньше. Так что... Так что вот так. Ну что ж. Вот такая вот штучка получилась. Это какая-то подводная субмарина. Наш человечка туда садится, закрывается. У него вентиль крутится. И с помощью вот такого щупа он исследует водные просторы. Можно кого-нибудь схватить. Ту же рыбу. Или какие-нибудь камни. И унести уже наверх на корабль. Чтобы ее потом вытащить. В общем, вот такая штука, чтобы искать сокровища. Очень даже полезная. Ну что ж. Давайте перейдем к машинке. Сейчас мы ее тоже соберем. В данном наборе у нас аж целых две инструкции. Первая для машины. Вторая для телефонной будки. Почему я купил этот набор? С виду он такой не очень красивый. Потому что он у меня был в детстве в китайском варианте. Вот такая вот ностальгия небольшая. Поэтому мы с вами эту машинку сейчас соберем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж. Вот такой вот у нас с вами получился наборчик. Кстати, когда я его собирал, я заметил некоторые интересные детали. Наверное, вы тоже заметите. Посмотрите вот на эту детальку. Как она идеально выглядит. И, например, вот на эту. То есть детали немножечко разные. Они из разных временных эпох. Видимо, продавец потерял некоторые детали из этого набора и решил немножко смухлевать. Также вот эта деталь выглядит очень новой. Прям очень новой. А вот эта уже выглядит поюзанной. Ну ладно. В принципе, это не совсем страшно. Набор все равно не новый. Чисто так, поностальгировать купил. Поэтому вот так. Ну что ж. Вот такая вот мини-фигурка у нас. Очкастого такого человечка. Кстати, набор 1998 года. Не такой уже поздний. Мне был всего год, когда его выпустили. Ну, в принципе, нормально. У него есть в руках рация и вот такая лопатка. Также на голове кепка. Костюм у него в виде какого-то телефонного, телефониста или работника телефонной службы. Итак, видимо, он пришел чинить телефон. Перекрыл тут все. Тут растет кустик красивенький. И вот здесь у нас сам телефон. Он приехал его, значит, чинить на своем драндулете. Вот так он выглядит. Тут у него есть ящик с инструментами. Кстати, все инструменты туда не помещаются. Вот это вот маслоца. Или что это такое? Лейка какая-то. Туда не очень так, значит, помещается. Ну ладно. Давайте поставим его обратно. И вот такая у нас будет машинка. Ну что ж. Ностальгический такой немного набор. У меня он был в детстве. Очень прикольно его снова увидеть. Ну, а мы переходим к самому большому набору из нашей сегодняшней серии. Это у нас третий набор с пиратами. Там какая-то изображена, типа, гора или остров. Ну, в общем, соберем с вами сейчас и посмотрим. Давайте его открывать. Вот такой вот у нас большой последний наборчик. Даже инструкция выглядит такой здоровой. Надеюсь, все детали есть и продавец нас не обманул. Ну, думаю, так и есть. Итак, я угадал. Тут изображен остров. Два пирата, которые приплыли на лодке, чтобы забрать сокровища. Ну, и здесь есть еще третья мини-фигурка вот такого скелета. Также есть попугайчик. Попугаев у меня тоже было в детстве очень много. Ну что ж, давайте открывать набор и собирать его. К сожалению, кусок пальмы у нас отломился. Либо при перевозке, либо он и был таким сломанным. Починить я, скорее всего, его уже не смогу. Либо как-нибудь можно приклеить клей-моментом. Ну ладно, пока что у нас пальма будет вот такая, с тремя листами. Да, к сожалению. Ну ладно, такая пальма тоже пойдет. Возможно, я потом где-нибудь найду еще один листочек. Кстати, очень странно. Вот эти вот кусочки от пальмы маленькие, а вот это прям здоровое. И это тоже здоровое, которое у нас сломалось. Не знаю, можно ли починить. Потом посмотрим. Ну что ж, ладно. Давайте посмотрим инструкцию. Вот есть такая вот прикольная красная лодка пиратская. Я думаю, что тут тоже какая-то сборная солянка. Потому что некоторые детали выглядят так неплохо, а некоторые выглядят совсем старыми. Хотя, хотя, не знаю. Ну ладно, давайте посмотрим инструкцию. Так она выглядит. Какого года набор? Тут должно быть, по идее, указано. Итак, этот наборчик у нас 1995 года. Ну, уже лучше. Итак, у нас большая вот такая пластина есть. Это у нас море. Такая вот здоровенькая. И здесь мы будем располагать наш пиратский риф. Ну что ж, давайте начинать собирать набор. А потом уже посмотрим, что у нас получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше, кстати, гора не двигается Она может ездить только вот так Ну, классно сделано Хоть какой-то механизм Очень даже прикольно А, сокровища Пираты должны выкопать вот здесь Вот так оно выкапывается Таким вот образом открывается Опа! И вот здесь у нас сохранятся деньги Там, кстати, монетки тоже есть Как видите Но, к сожалению, у нас Вот это сокровище не достается Без Открытия горы И Ужасного вот этого вот скелетика Не знаю, надеюсь, он у нас не живой никакой Никакой магии нет Он просто пугает народ И в частности пиратов Такое вот у нас с вами сегодня было Видео по раритетным наборчикам Лего Я немного выпал из реальности Впал в детство, так сказать И не следил за временем Поэтому, скорее всего, это видео получилось очень долгим Но все же, если вам понравился данный обзор Вы хотите больше раритетных наборов У меня вроде как Можно еще кое-что поснимать Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Пишите какие-нибудь комментарии Еще пишите, кто знает Есть ли в данном наборе сборная солянка То есть детали здесь замешаны Или все-таки это все оригинальные детали Которые принадлежат данному набору В общем, пишите свое мнение Всем спасибо за просмотры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok